В администрации города под председательством заместителя главы администрации Татьяны Поповой состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе город Буй. На заседании с представителями школы-интернат, СУЗов нашего города, начальником отдела образования, обсудили вопрос, как активизировать работу по раннему выявлению неблагополучия в семьях воспитанников и обучающихся, обеспечении незамедлительного информирования комиссии по делам несовершеннолетних о самовольных уходах несовершеннолетних. Зачастую семейное неблагополучие провоцирует возникновение ситуаций, связанных жестоким обращением с детьми. Существуют значительные трудности, с которыми семья сама не может справиться и которые влияют на ребенка. Если не оказать поддержку, вмешательство, есть риск, что ребенок окажется в социально опасном положении. Однако родители мотивированы изменить эту ситуацию и при оказании помощи осуществлять родительские обязательства. О состоянии преступности на территории городского округа город Буй за текущий период 2021 года, О состоянии подростковой преступности и правонарушений несовершеннолетних доложил представитель МО МВД России Буйский. Постоянно проводятся мероприятия, направленные на сохранение стабильности, криминальной обстановки и территории обслуживания, которые в целом позволили прогнозировать и метровировать те состояния. Принимаемые меры по укреплению законности, эффективной регистрации, решения сообщений за или не граждан преступления, преступления и пронушения о происшествиях. Итоги перетенослужебной деятельности в текущей период 2021 года выглядят следующим образом. В текущей период 2021 года, в текущей период 2021 года, в текущей период 2021 года, занимают кражи чужого имущества. Так, за текущей период 2021 года, общее количество зависимых преступлений данной категории увеличилось от 139 до 160 фактов. В ходе пройденных в стройнике МОО «Оперативное мероприятие» по контролю за незаконнооборотом наркотиков, количество выявленных преступлений в категории незаконнооборотных в текущей период 10 фактов. По итогам работы МОО «Оперативное мероприятие» в текущей период 2021 года, наблюдается снижение преступлений. В текущей период экономической направленности побудется дирекционно на 11 фактов. Количество преступлений в совершенной бытовой почве в Синичево составило 40 фактов. Основным взаимодействием в организации предупреждения о пресечении преступлений и вести на пронушение являются службы участковых полномоченных полиции. Работа данного подразделения в течение отчетного периода про пронушение была достаточно эффективна. В участковом полномоченной полиции было раскрыто 90 преступлений, выявилось 87 преступлений. Личным составом МОО выявлено и печено 900 местных пронушений. Основной проблемой в службе участковых полномоченных директора в настоящее время это значительный комплект личного состава. Из 13 штатных единиц в настоящее время ежедневно фактической работы 3-4 участковых, 7 единиц некомплектов. Один из третий это была работа направлена на снижение уровня преступности в общественных местах. Особое внимание уделялось незаметным реагированию на поступающую информацию о правонарушениях, а также надлежащих организаций в политическом объятии. Одной из основных задач личным составом МОО обслуживаться обеспечением общественного порядка, общественной безопасности и проведением политических работ с населением. В общественных местах совершено 62 преступления, из них на улице 37 факторов. По линии совершеннолетних, то есть, скажу цифру, то есть, достигший период 2021 года на территории служивания, по вопросам подросткового преступления, надо следующая тенденция. Общее число преступлений совершено несовершеннолетними, составляет 5 фактов. То есть, преступление совершено в группе со взрослыми, один факт, на учете групп антиобщественной правонарушения, не состоит, то есть несовершеннолетний. Общественно опасных деятельностей, что он подростковый метод, достижение возраста, с которым вступал в злоу ответственности, достигший период 2021 года, совершено одно, то есть, такое правонарушение. С СНП МВД России по Костромской области в целом в целях профилактики городского преступности в период 2021 года помещено 3 несовершеннолетних. По факту совершения преступления несовершеннолетних возбуждено 4 уголовного дела. По обеспеченной практике за 2021 год, то есть в уголе 245, обеспеченные пронушения, из них несовершеннолетними совершенно 97, родителями 113, и иными нелицами, отношение несовершеннолетних идет 36. То есть состоит на учете в настоящее время 81 родитель, который не надражающий образовательские обязанности.